В середине 18 века теперешний юг Самарской области был еще слабонаселенным краем, на который нередко нападали кочевые башкиры и казахи, почему-то называвшиеся киргизами. Однако в глухой степи, где, казалось бы, негде было скрыться, там и здесь, в глубине оврагов и по берегам небольших степных рек находились укромные местечки. Одной из таких рек был Иргиз, впадавший в Волгу с левой или восточной стороны. Окруженный по берегам большой лесной поймой и непроходимыми зарослями ольхи, осокаря и других прибрежных деревьев и кустарника, извилистый Иргиз образовывал многочисленные острова и полуострова, манившие тех, кому в силу разных причин не жилось на прежнем месте. Уже с начала XVIII столетия укромные места в окрестностях рек Большой и Малый Иргиз влекли к себе старообрядцев, спасавшихся от преследований царского правительства. Жизнь здесь была тревожной из-за возможных набегов степных хищников, но и по-своему удобной, по крайней мере, безопасной от царских властей и разного рода исправников. В 1727 году архиепископ Казанский Сильвестр докладывал синоду, что на берегах Иргиза живут раскольники из верховых городов, скрываясь от изыскания с женами и детьми многолюдно. Власти периодически предпринимали поиски подобных переселенцев с помощью военных отрядов. Но, несмотря на это, берега Иргиза привлекали раскольников, и к 1760 годам здесь жили уже больше тысячи российских подданных. Российские самодержцы шли на какие угодно хитрости, лишь бы приручить раскольников, готовых идти на смерть ради того, чтобы сохранить истинную веру. Император Петр III почти сразу после воцарения отправил на рассмотрение в Сенат указ о дозволении всем старообрядцам, бежавшим ранее за границу, беспрепятственно возвращаться в Россию с правом свободы вероисповедания. Екатерина II в декабре 1762 года подтвердила прежний указ, дополнительно пообещав переселенцам освобождение от податей на 6 лет и земельные наделы. Этот указ оказал весомое значение на общую ситуацию. Только в 1763 году из польской слободы Ветки, бывшей долгое время старообрядческим центром, на Иргиз переселилось около 20 тысяч человек. Вместе с переселенцами из Европы сюда же втайне потянулись и переселенцы с внутренней России, которым порой тоже удавалось получить земельные наделы. Вскоре в Иргизских слободах появились несколько старообрядческих монастырей, основанных выходцами из Польши. Весть о формальном разрешении для Иргиза богослужения по старому обряду быстро разнеслась по России матушке. И вот уже с Урала, из Камы, с Волги, из Сибири, с Москва-реки, из города Невы сюда потянулись вереницы богомольцев. Они шли, чтобы поклониться святыням, веря легенде, что места для основания старообрядческих скитов были указаны их основателем самим Господом Богом, и что здесь почивают мощи святых. Но, как бы то ни было, в считанные годы название этой степной речки стало известным всей стране, которая на разные лады повторяла одно и то же, как по падении благочестия в Старом Риме царь Град стал вторым Римом, так и по падении благочестия в святой афонской горе Иргиз стал вторым Афоном. Воистину царство иноков, и жили они беспечально и ни в чем не нуждаясь. Летом 1772 года на Добрянском форпосте русско-литовской границы объявился беглый донской казак Емельян Иванович Пугачев. Ему был выдан патчпорт. В патчпорте говорилось, объявитель сего Емельян Иванов сын Пугачев Веры Раскольничьей приписан по его желанию для житья в Казанскую губернию, в Симбирскую провинцию, к реке Иргизу. По дороге всему Пугачеву препятствий не чинить, а квартиры давать согласно указанию. По прибытии же в Симбирскую провинцию явиться в канцелярию. А приметами он волосы на голове темно-русые, и борода черная с сединой. От золотухи на левом виску шрам. Росту два оршин четыре вершка с половиной. Отроду сорока лет. В начале ноября Пугачев отправился на Иргиз. И, разыскав Филаретов скит, назвался старообрядцем и передал настоятелю скита Филарету поклон от добрянского купца Кожевникова. А ждать ему пришлось недолго. Филарет принял его. Несколько мгновений Пугачев и настоятель молча изучали друг друга, вцепившись взглядами, так, как будто бы хотели заглянуть туда, куда никто другой не мог подумать, заглянуть в самую душу. Потом стали медленно прощупывать друг друга словами, сомневаясь, можно ли доверить самое заветное. Государь-то? Да ведь кто его, государя, знает? Может быть, жив, а может и нет. Никто этого не знает и знать не может. Да и откуда знать-то? Только вот, что я тебе скажу, мил человек, ждет его народ-то, с упоением ждет. Народ похощет, любого своим сотворит, лишь бы отважный, да немал в ума человек сыскался. Неужто любого? А что, если... Пугачев умолк. Отважный, да немал в ума, говоришь? Что ж, будет и отважный, и немал в ума. Три дня прожил Пугачев у Филарета. С ним и другими ргистскими раскольниками он обсуждал положение яицких казаков, которые впоследствии первыми поддержали бунт. Именно здесь, в разговорах с ргистскими староверами, у Пугачева созрело решение выдать себя за царя Петра Третьего и под этим именем возглавить восстание. Местные раскольники не только одобрили этот замысел, но и помогли Пугачеву, дали ему денег. Под видом купца он отправился в Яицкий городок, где провел около недели. А по пути, да и в самом городке, завязывал нужные связи. А одному казаку объявил, что он где и есть. Петр Третий. Казак испугался, выдал Пугачева о властям. Те арестовали его, но вскоре Пугачеву удалось бежать. Его искали на Эргизе, но не нашли. А вскоре, 18 сентября 1773 года, походом на Яицкий городок началось восстание под предводительством Пугачева. К слову, пути Пугачева и Филарета вскоре вновь пересеклись. Известно, что Филарет какое-то время был в обозе Емельянова войска, но потом следы его потерялись. Известно также, что тайной полиции сбилась с ног, разыскивая Филарета, но безрезультатно. А вот выполнял ли Филарет какое-то задание лжецаря или сбежал сам, понимая, что восстание проиграно, этого никто не знает. А здесь, на Эргизе, вновь затаилась давняя надежда на то, что однажды явится защитник истинной веры, отважной и немалого ума. Желающих постоять за истинную веру больше не находилось. Но, как бы то ни было, старобрядцам все еще удавалось некоторое время сохранять относительную свободу и сопротивляться притеснениям со стороны властей. От исправников откупались деньгами. Да те и не любили вмешиваться в дела старобрядцев, у которых находилось много богатых и влиятельных заступников в Москве и в других городах. Впоследствии все старобрядческие монастыри превратились в единоверческие. Но и в таком виде им еще удавалось сохранять распорядок прежних времен. Такими они оставались до революции 1917 года. После отхода войск Колчака монастыри были закрыты. И встал вопрос, что делать с теми богатствами, которые были накоплены старобрядцами. И в первую очередь, как быть со старопечатными книгами и рукописями, хранившимися в монастырях. С целью исследования и национализации монастырских сокровищ в Самаре была создана специальная комиссия, отправившаяся на Иргиз. Увы, к моменту приезда комиссии некоторые монастыри уже подверглись настоящему разгрому. Еще подъезжая к одному из них, члены комиссии увидели обломки крестов на башнях. Священные изображения были старательно замазаны краской. Корпуса стояли точно после бомбардировки с выломанными ребрами, пробитыми потолками и полами. В главной монастырской церкви был устроен театр. Причем алтарная часть была занята сценой, суфлерской будкой и прочими атрибутами. Единственным напоминанием о прошлом был белый камень, овалявшийся здесь же. На нем была написана дата освящения храма. Почти все иконы, кроме иконостасных и стоящих у клиросов, были сброшены и в беспорядке стояли у стен. В разбитые окна, защищенные широкими решетками, легко пролезали питомцы детского дома. Не раз охотно проделывавшие это на глазах у приехавших. Все это заставило заподозрить, что комиссия найдет только остатки прежних сокровищ. В монастыре приехавшим отвели довольно просторную комнату в полуразрушенном здании бывших монастырских келей. Единственным огорчительным обстоятельством было то, что эта комната не имела никаких запоров. Так что кто угодно мог в нее войти, что-то взять или укокошить спавших там людей. Не внушал доверия и сторож, имевший какую-то звериную физиономию и через несколько месяцев действительно убивший последнего монаха, который жил в монастыре. Однако все это не могло помешать работе. И приехавшие принялись с энтузиазмом разбирать книги и иконы, и даже нашли среди прочего великолепную плащницу плащаницу XVI века, вышитую женой Старицкого. «О Боже мой! Благодарю за то, что дал моим очам Ты видеть мир, твой вечный храм И ночь, и волны, и зарю. Пускай мучения мне грозят, Благодарю за этот миг, За все, что сердцем я постиг, О чем мне звезды говорят. С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры создавал DimaTorzok